Но я раньше там не был. Может, вы мне расскажете, что к чему? Я дам сто баксов. За разговор? Сколько ты получил? От трёх до пяти. Где? В Эрлейн. В Эрлейн? Хреново, Стэн. Охране на всё плевать. Зэки целыми днями мочат друг друга. Как же я там буду? В смысле, если бы ты меня увидел, ты бы меня замочил? Скорее, изнасиловал. Изнасиловал? Да. Значит, это правда. В тюрьме все становятся геями. Я и так гей. Но насилую я только в тюрьме. Ты гей? Да. Это бар для геев. Ну что, быстрее, мне понравилось. Слушай, изнасилование не от секса. Это акт насилия. А тюремная жизнь – сплошное насилие. А тебе судят по тому, как другие тебя боятся. Изнасилование – крайняя стадия унижения. Значит, ты опасный ублюдок. Значит, ты насиловал? Я этим не особо горжусь. Вообще-то я не оправдываю эту практику. Но иногда следуешь ей, чтобы не отставать от других. Но ты понимаешь, такие, как ты, лёгкая цель. О, боже. И что же мне теперь делать? Вступай в банду. Ты расист? Да нет. Значит, нацисты отпадают. Есть связи на улице? Нет. Может быть, ты латинос? Да. Похоже, тебя все будут иметь. Ладно. Ладно, я могу быть расистом от трёх до пяти. Самым настоящим расистом. Хорошо. Можешь пойти к нацистам. Отлично. И тебя будут иметь только они. Будут иметь нацисты? Ни за что. Что же ещё можно сделать? Может, я могу как-нибудь создать образ чокнутого уголовника? Если замочишь зэка. А без убийства? В твоём случае мало шансов. А наколок у тебя нет? Наколок? Тату. Да, да, да. Я рос без мамы, поэтому... 18 лет сделал тату. Мама. Заказывай ковровую дорожку к своей заднице. И табличку открыто. И табличку открыто. Субтитры сделал DimaTorzok